Радуга Дружбы. Под таким названием минувшие выходные в Полевском прошел фестиваль национальных культур, приуроченный к празднованию Дню Народного Единства. Под крышей городского досугового центра Азов собрались марийцы, греки, татары и башкиры, ну и конечно же русские. Всего представители 16 национальностей. О том, как отмечали День Народного Единства, наш следующий сюжет. Городской фестиваль национальных культур Радуга Дружбы – это традиционный праздник, на который собираются полевчане разных национальностей и вероисповеданий. Здесь русские удивляют своей широтой души, а татары – гостеприимством. О том, насколько жители Полевского разные, можно увидеть на выставке культурно-экспозиционного комплекса «Бажовский», которая представила на суд гостей праздника предметы быта 16 национальностей. Лично для меня это дружба народов, как я всегда говорю, потому что земля большая, и поверьте, всем народам на нашей земле не тесно и не скучно. И я думаю, что выставка как раз показывает то, что мы все дружны. Традиционный национальный символ лучше всяких слов говорят о жизни, религии и обычаях народности, проживающих в нашем городе. Вот, к примеру, Лилия Абелян представляет сегодня армянскую культуру. На ее стенде можно увидеть традиционные армянские предметы быта. Признается, готовилась к сегодняшнему празднику очень тщательно. Каждый из представленных экспонатов несет в себе историю ее нации и культуры. Я считаю, что Россия многонациональная страна и Полевской многонациональный город. Здесь живут очень много национальностей по соседству. И я считаю, что этот проект помогает нам изучать культуру друг друга, изучать традиции друг друга, кулинарию, помогает дружить. И этому учатся наши дети. Фестиваль национальных культур в Полевском проводится с 2003 года. В этом году он собрал представителей 16 национальностей, проживающих в нашем городе. Всего же в округе на сегодня живет более 40 национальностей. Мы, наверное, единственная страна в мире, где все народности и национальности могут чувствовать себя комфортно, быть равными и жить в мире и в дружбе. Естественно, сегодня в наше непростое время, когда нас пытаются разрушить экономически, очень важно, чтобы между нами было единство, было понимание и уважение друг другу. Сохранение национальных традиций – это путь, позволяющий сберечь то богатство истории, имеющееся у нас. Иначе мы все станем неким серым обществом, говорит экскурсовод Кэка Бажовский Вера Добрынина. Фестиваль «Радуга дружбы» – это пример уважительного отношения к традициям и обычаям разных национальных групп. Праздник народного единства – это сплочение всех народов, проживающих в нашей местности. И вы, наверное, обратили внимание, что все улыбаются, все друг другу чему-то учатся. Мы считаем, что вот такие праздники действительно объединяют людей. Русскую культуру мы в этот раз решили раскрыть яркими образами. И хохлома у нас представлена, и городецкая роспись, самовар – атрибут русской культуры, видите, вместе с баранками. И выпечкой русской. И в то же время наши русские всевозможные плетеные туисочки. Благодаря фестивалю становится ясно, как важно для людей в полный голос заявить о себе, ощутить интерес и уважение к своей культуре и традициям, осознать себя полноправным гражданином своего государства. Милая Россия, одной мы связаны с судьбой, и нет такой на свете силы, чтоб разлучила нас с тобой. Каждый, кто сегодня пришел на праздник День народного единства, в прямом смысле слова почувствовал на себе всю теплоту души и гостеприимство полевчан, независимости от их национальности или вероисповедания. Все были едины. Далее же слово передали юным артистам, которые в полной мере показали, какие мы разные люди одного города, одного края и планеты. Ксения Балденкова, Алина Меньшина, Сергей Чижов. Новости. Твой день.